Общение, такие прекрасные, замечательные коллеги, то что нет, нет такого. Хотелось бы сказать, что у нас, во-первых, очень самоуверенный тип, через чушь самоуверенный тип. Я у него этого не замечал, я этого не замечал. Но я с другой стороны, может быть, даже можно считать и как положительное качество, потому что в нашей профессии нужно быть уверенным в себе. У него есть просто хорошее понимание своего места в театре, в искусстве. И то, что он, так сказать, продолжает лучшие, мне кажется, традиции нашего исполнительского искусства. Девочки говорят, ну вот, жалуются. Вот он, Дон Жан, не пришел на репетицию, вот он думает, что он такой. Ну, то есть немножечко хочется, чтобы он все-таки относился более по-товарищески. Ну, люди могут, просто не понимают, например, того же Дон Жан, потому что он далеко вперед не ушел. У меня с ним, кстати, был небольшой казус, мы когда готовили с ним спектакль «Кармен». В самом начале, а дело в том, что я после травмы только остановилась два месяца. И в этой версии для меня это был новый спектакль, ну, с примера. Вначале Дон Жан, мы очень с ним, он мне помогал, мы с ним готовили. И потом у него начались спектакли, и проблему, он не смог посещать репетицию несколько дней. Вот тогда я на него разозлилась. Я уже думала, все, не буду с ним больше. Вот, и когда такой момент настал, думаю, что он о себе думает? И так далее. Но это все прошло, потом как он появился на репетиции, мы начали с ним работать, и, конечно, все восстановилось. И я думаю, что мы сделали неплохую работу. Он очень воспитанный, что очень приятно, очень воспитанный молодой человек. Не суди, и да не судим будешь. Искать объяснение отказу мэтров отечественного балета говорить на тему «До жанта былды» бессмысленно и как-то мелочно. 23-летняя звезда сцены своей вины в этом не видит. После каждого выступления любой артист, каким бы он мастером ни был, он чувствует в себе опустошение. Вот эту энергию, которую он копит, да, готовясь к спектаклю, исполняя ту же сложную роль «Спартака». Он ее накапливает, он переживает полностью, всю жизнь по сценарию. На следующий день становится как-то пусто, чего-то не хватает, потому что вчера тебе аппаратировали сотни людей, тысячи людей, а сегодня как-то все тихо, спокойно, и вот это, естественно, выбивает. Субтитры создавал DimaTorzok Как ты наполняешься потом? Опять возле балетного станка? Опять на репетиции? Нет, я очень люблю читать, очень. Увлекаюсь социальной психологией. Вообще психология, философия – это вот мое. Общение просто с хорошим, добрым, и, естественно, культурно развитым человеком дает много. Человек – искусство. Степень положительности этой категории людей утвердить невозможно, сколько бы ни пытались это сделать поклонники или противники. Наверное, в таком случае важнее и даже правильнее акцентировать внимание на творчестве, оценить артиста по его делам и закрыть глаза на его личность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok